всем привет сегодня я хотела сделать видео про свои покупки то что купила в лондоне и то что купил вообще по приезду в англию вот сейчас я уже неделю учусь как в англии провела извините что не выкладываю видео ну меня там семь дней перерыв был потому что у нас очень плохой интернет в общежитии он как бы очень медленный потому что у нас много здесь его использовать поэтому видео я буду делать теперь короче и загружать к сожалению придется в другом качестве в чуть-чуть похуже качестве вот поэтому если у меня будет возможность где-нибудь другом месте скачу допустим у нас есть городе кафе я пока туда не заходила не спрашивала но если будет возможность я буду закачивать в хорошем качестве вот в общем в лондоне провела время отлично в комнате я уже обустроилась но у меня пока не полностью готов поэтому рум-тур я пока отложила перейдем к моим покупкам значит я купила немного мы ездили в вербри аутлет как вы потом увидите во влоге вот и в общем но там было как бы он хоть аутлет но все равно дороговато как бы вполне было поэтому купила там немного но вот прям очень хороших вещей начнем сначала стоп-шопа значит мы проходили с мамой по тупшопу и вдруг я увидела у них сейлы и побежала эту кофту я купила за 5 фунт за 250 рублей кофту из топ-шопа которая раньше стоила 30 фунтов то есть 1500 рублей вот так вот она выглядит обычная белая такая вот размер ну 12 больше чем не надо но мне нравится вон такая большая была вот очень прикольная померила в принципе нормально и также из топ-шопа это уже не на скидке я купила вот такие штаны я потом сделаю с ними лук-бук они нереально классные называется mom джинс или мам мам как-то так они вот так вот они в виде как boyfriend джинс и внизу они такие чуть-чуть и короче чем надо и подворачиваются то здесь они такие ну как бы больше оверсайз и завышенной талии нереально просто классные такие классные я прям не могу нарадоваться стоили 40 фунтов потом бербаре я купила вот такой вот кардиган он вот этот стал очень дорого он такой приятный на ощупь я купила опять же таки чуть размером побольше чтобы он на мне так выглядел то есть он мне идет как такой очень длинный кардиган аж прям чуть ли не это покрывает попу такой прикольный цвет нереально классный материал тоже очень хороший я в принципе не жалею вот я бы как вошла сразу увидела ходила ходила потом я но увидела цену потом ладно не буду брать потом походил походил думает все-таки его возьму такой классный я с ним тоже попробую что-нибудь взять я все новые вещи потом сделаю как бы такой лук-бук типа неделя в моем гардеробе и там все вам покажу и потом еще одна нереальная находка стоит всего 2500 для бербаре это вообще копейки мне кажется вот такой вот свитер у меня тоже больше чем надо он excel размера вот так он выглядит он немного укороченный впереди он ну вот такой обычный тут такие рукава плечи немного больше чем мои и вот тут вот он так на застежке с этими джинсами просто идеально я не знаю так прям радуюсь там если хорошую вещь купил я прям не могу успокоиться так мне нравится и также в бербаре я купила вот такие вот ботильоны вот так они выглядят каблук в принципе такой небольшой и тут еще плюс платформы есть то есть они вполне удобные но скажу честно нога немножко устает в принципе так в школу или куда еще пойти нормально вот так вот они выглядят стоили сто сорок девять фунтов опять же таки для бербаре это просто божественные цены и то что действительно как бы я так посмотрела как такая вещь но всегда когда-нибудь да пригодится да и лучше купить одну качественную и как бы с ней долго ходить то есть я каблуки нашу редко тут если будет возможность найти каблуки у меня всегда есть такое типа вроде как и удобный и симпатичный каблук ну в принципе такой ну и мисс каши большой но и не маленький тоже вот так же еще в офисе наподобие как альда в россии называется тут ну он офис другая сеть но тоже там просто обувь вся просто нереально классная очень тяжело выбрать что именно хочется потому что все такое офигенное просто ты такой думаешь блин а что взять то даже все хочется просто утащить оттуда но я все-таки решила взять вот такие вот ботинки они тоже как ботильоны каблук небольшой но на них очень удобно вот я сегодня не в школе была я сегодня у них была в школе и вообще очень удобный и чуть-чуть рост и вот этот вот мне нравится из-за страны я не люблю каблуки носить номера этот звук когда вот идешь и ну как каблук такой цок-цок вот мне этот звук очень нравится под английскую погоду вообще в самый раз и потом мои покупки которые я заказывала с ибэй это значит вот такая вот такие вот с ибэй я заказала за два фунта то есть вообще за копейки заказала вот такие вот кольца как бы на пол пальца они очень обычные такие даже ну дешевенькие но они как бы и были дешевенько поэтому я ничего другого не ожидала я заказала 4 кольца за 100 рублей вот вот так они выглядят ну прикольно так одевать не знаю они мне как будто не знаю на ними винтажно напоминают хотя я не знаю точно вообще по мне винтажный стиль могут такой ассоциации знаете как будто у вас на руках много колец так не знаю руки даже приятнее смотреть на них вот так вот выглядят и так же заказала такие же золотые только золотые у меня идут на вот эти вот пальцы тоже таки так вот они выглядят золотые я немного пожалела что я заказала я заказала аж пять пять пальцев таких маленьких нету вот поэтому не знаю может когда я буду делать гивэвэй может тогда немного там два три кольца на гивэвэй пущу кстати делайте его буду в начале октября поэтому все мои подписчики кто меня смотрит будьте готовы я устрою какой-нибудь конкурс это победитель получит то что я куплю я решила заказать немного чего-то из одежды но с одежды немного сквозна вата из размеров вот но я думаю может какую-то там сумку или коробочку за всякими вкусняшками пока точно не придумала но если я буду что-то покупать для гивэвэя я буду вам все их показывать дальше купила немного косметики все косметику очень редко покупаю я скорее вот это маме все поручаю как бы чтобы она покупала косметику если мне что-то у нее нравится это как бы мама же мне тоже вот она мне тоже покупает вот и тут я решила сама пойти купить вот такой вот бронзер Он на мне сейчас, ну, не очень заметный Вот здесь вот Бронзер фирмы Nice Я очень много на ютубе слышала про эту фирму И то, что она очень хорошая Что тональники И бронзеры, и пудры Все у них классное, вот Поэтому я купила вот такой вот себе бронзер Потому что мой старый маковский Он разбился, к сожалению Во время переезда, вот Поэтому, да, вот так вот он выглядит Расцветка, это лагуна Вот такой вот И Также я купила Тоже в Nars вот такой вот Карандаш для губ Очень классный цвет У меня на инстаграме есть, может кто меня видел У меня там есть, где я в своих вот этих джинсах В свитере и вот с этой помадой Вообще такой Она немного темная, то есть она вот так вот Выглядит Она темноватая, да, то есть не на каждый день Но мне как бы сказали, что она вечерняя Но у меня никаких вообще проблем на сети У каждого дня нету Вот Мне нравятся такие темные оттенки Они создают опять же такой какой-то Типа ретро стиль Мне так нравится Вот И последнее то, что я купила из косметики Это Вот такой вот вазелин Вот так он выглядит Это типа Limited edition Ну как бы ограниченная коллекция Или как-то по-русски сказать Да, ограниченная коллекция Вот так вот выглядит Это продавали в Selfridges И это продают ну каждый год Они выпускают какой-то особенный вот Вазелин цвет Вот такой вот особенный И И как бы каждый год у них что-то новое И все это в ограниченной коллекции То есть вы можете это купить только один раз Вот стоили они 150 рублей всего лишь Даже у них цвета особого нет Но если на губы нанести Они вот так вот будут По блеске вот немного И на вкус на самом деле Очень приятно Очень классная вещь Мы с мамой уже как бы выходили из Selfridges Все уже такс-фри Все получили Походим И тут нам такие типа Пока с ней хотите попробовать Мы такие с мамой друг на друга такие Берем Всем Всем друзьям набрали По одной штучке Вот Меня очень порадовала эта поездка В плане шоппинга Сколько Вот вроде я купила немного Да Всего пара вещей Но это все действительно хорошие вещи Опять же таки Если у вас есть какие-нибудь запросы Обязательно пишите Все Постараюсь это все сделать И я знаю то что У меня были запросы показать Как бы мое общежитие Школу Город и так далее И я по По возможности буду снимать Это все вам вставлять У меня еще есть планы Сделать утро со мной Или как это называется Morning так в общем На английском И так же я планирую делать Как бы Я очень хотела сделать пару видео На английском языке Но как бы не уверена Потому что Ну акцент у меня конечно же есть русский Сколько бы я здесь в Англии не жила Как бы от него тяжело полностью избавиться Вот Я поэтому думаю Если как бы вдруг я Ну по-английски начну делать видео Кому-то не понравится Или люди начнут будем говорить Что у меня что-то не то с английским Что я там ошибки делаю Но я думаю Побороть этот свой страх Потому что Ну как бы Прикольно будет Если у меня будут смотреть Англичане и русские Там что-то Англичане брать И нашего русского Там слушать Им же тоже наверное интересно Как у нас тут все Вот Поэтому да Я еще подумаю насчет этого И Спасибо большое за просмотр Очень приятно Что на меня люди подписываются Комментируют Мне пишут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok